Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Мои хорошие, как же я по вам соскучилась! В сегодняшнем ролике хочу показать, что курточка моя практически готова. Вернее, к концу ролика она будет готова. Сейчас я вам покажу, как я сделала рукав, уже его вшила и не стала пока пришивать второй, он уже готов. Решила поделиться с вами небольшой хитростью, небольшим нюансом. Возможно, вы захотите это воплотить в своих каких-то вещах. Возможно, у вас есть подобные вещи, которые вы захотите переделать. И тогда это видео для вас. Еще во второй части ролика я покажу свой новый процесс, вернее, возобновление старого и его трансформацию этого процесса в новый. Это небольшая интрига. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, покажу поближе, как я вшивала рукав обычной иглой. Ниточку я здесь брала итальянский ирис от Кутнор. Нитка здесь необычная. И просто пришивала рукав. Очень красиво смотрится. Очень теплый рукав получился. И курточку я, возможно, на днях даже уже одену. Потому что она и с такой холодной превратилась в очень теплую. У меня есть еще кожаный жилет, который можно одевать под эту куртку. И тогда будет, ну уж, совсем тепло. Напомню, что пряжу здесь я использовала вот такую для рукава, я имею в виду. Ализе Лана Голд Классик. Здесь, по-моему, 240 грамм в 100 метрах. Да, 100 грамм 240 метров. И это полушерсть. Здесь 49 на 51. Ну, то есть шерсть и акрил, скажем так, пополам. 50 на 50. Плюс к этой ниточке еще шел махер от Ян Арт. К сожалению, я не взяла. Но какой-то колючий махер. Да, сейчас, в принципе, схожу, принесу, покажу вам. Вот эта пряжа. Это вот как раз вот этот махер от Ян Арт. Он не совсем мягкий, ну так, покалывает. И знаете, что я обнаружила? У меня есть такой же махер белого цвета. И по колкости той же фирмы все то же самое Ян Арт. Но по колкости они почему-то разные. Вот белый махер намного колючее вот этого черного. Вот, кстати, эта этикетка на белой ниточке, на белой пряже, она у меня сохранилась. Вот этот махер Ян Арт Ангора Де Люкс. Здесь 100 грамм, 520 метров, 70% махер, 30% акрил. Вот такая же и эта нитка, только черного цвета. И вот по моим ощущениям, черная ниточка не так колется, как вот эта белая. Эту пряжу я покупала для проекта Париж, который так и не состоялся. И как раз в сегодняшнем ролике мы о нем поговорим. И я покажу вам, во что этот Париж трансформировался. Итак, а сейчас давайте все по порядку. Сейчас я расскажу вам немножко о, как я вязала вот этот рукав. Ну, рисунок вы уже узнаете. Это очень простой узор. Мастер-класс, кстати, есть на канале. Это не английская резинка, так и называется ролик. Как его вязать найдете. И этим же узором я вязала вот свой жилет-трансформер. Кто со мной давно на канале, те наверняка знают, о чем я говорю. Итак, сейчас уберу куртку. Показываю, пока еще рукав не вшит. Хочу рассказать вам о тонкостях и нюансах. Итак, вот этот рукав. Он уже у меня отвязан. Я сейчас вам покажу окат рукава и расскажу, как я его вязала. Рукав вязался без швов. Провязав до подмышечной части. Очень плохо можно показать черное полотно, но уж как и есть, мои хорошие. Провязав до подмышечной части, я разделила полотно. Перешла с кругового вязания на вязание обратно поворотными рядами. И стала вывязывать вот этот окат рукава. Как я это делала? Поскольку у меня петель здесь было совсем немного. То есть у меня вот здесь 66 петель. И придерживаться вот тех правил, как вывязывается окат рукава. Все мы знаем, что делится пополам. Потом половинка делится на три. И там существуют формулы вывязывания рукава. Как вяжется первая часть, вторая и третья часть. Вот этого разделенного оката. Я не придерживалась этих правил, потому что очень малое количество петель. То есть если разделить пополам, это 33 петли в половине. Ну какие тут уж формулы. Конечно же никаких. Поэтому я вязала рукав просто прикладывая к выкройке. Вот это выкройка рукава. Это то, что я выпарала, когда отпарывала рукав от куртки. Это был подклад этого рукава. Собственно говоря, и это и есть эта выкройка. Единственное, что я здесь немножко вырезала. Так как я занизила пройму рукава. Поскольку мне нужно было это сделать. Чтобы подогнать новый рукав по размеру. Например, напомню, что переделка вся началась с того, что куртка мне в рукавах стала мала. И мне нужно было вот здесь вот увеличить. Поэтому я просто ножничками срезала. Ну то есть увеличила пройму рукава. Сколола здесь иголочкой, чтобы у меня никуда ничего не уходило. И потом вот так вот прикладывала вязание к этой выкройке. И собственно говоря, безо всяких формул, я просто прикладывая рукав, вот вы видите, четко вывязала его по выкройке, по тканевой выкройке этого рукава. Все очень-очень просто. Поэтому еще какой вывод я сделала, что не обязательно вязать по формулам. Можно вязать по выкройке. Ну, только когда я перешла, значит, на это вывязывание. Я помню, что я закрыла 4 петли сразу с одной и с другой стороны. Ну, то есть закрыла 4 петли, провязала лицевой ряд. В изнаночном, когда возвращалась, опять закрыла 4 петли и так далее. То есть понимаем, что закрытие петель идет сначала в лицевом ряду, потом в изнаночном ряду, чтобы вот это вот получить этот атакат рукава. Дальше просто прикладывала здесь, по-моему, 2 петли, закрыла сразу с двух сторон. А потом у меня пошло по одной петельке, с одной и с другой стороны. И вот вывязав где-то уже вот до макушечки нашего рукава, я просто закрыла. Девочки, я даже не знаю по количеству петель. Я говорю, что я вязала по выкройке. Ну, здесь я не знаю, ну, сколько, ну, петель 10, может быть, 12. Это то, что закрыты петли прямо. Что я сделала дальше? Вот в чем хитрость? То, что я вам хочу рассказать. Чтобы нам выполнить, поскольку узор вот такой выпуклый, рельефный, нам же нужно как-то пришить этот красивый рукав. И чтобы вот это у нас, убрать вот этот рельеф, и чтобы рукав смотрелся красиво, нам нужно сделать площадку. Ну, то есть, вот это вот расстояние, я называю площадка, да, чтобы оно было прямым. Я вязала просто столбиками без накида, крючком, два рядочка вот этих вот столбиков сделала. Тем самым, стянув немножко рукав. Ну, потому что такая вязка, как бы, она такая, получается, вот здесь рыхлая, и рукав растянутый. И вот стену, подсобрав, так скажем, полотно рукава вот этими столбиками без накида, повторю, здесь два рядочка столбиков без накида. Больше не нужно. Нам это нужно, чтобы вточать рукав. И вот теперь, сейчас вот возьму, вточаю рукав, и будет все очень-очень красиво смотреться. Ну, и потом, конечно же, вам продемонстрирую. Еще раз покажу, ну, так скажем, близко-близко, как это смотрится. Вот видите, зачем нужно было вот эта площадка. Потому что у нас там, под, с изнаночной стороны, нету вот этой рельефности. И чтобы у нас вот здесь вот красивенько все смотрелось. Ну, и, конечно же, чтобы аккуратно смотрелся этот рукав, в общем, нужно его обвязать крючком. Я очень довольна то, что у меня получилось. Честно говоря, немножко я переживала, получится, не получится, но в итоге получилось все очень-очень хорошо. Сейчас я вточаю второй рукав и продемонстрирую курточку на себе. Ну, а сейчас, как и обещала, вот о той интриге, о новом проекте, вернее, я скажу так, старо, возобновлении старого проекта и его трансформации. Итак, старый, новый проект. Те, кто давно со мной на канале, ну, скажем так, больше года, те помнят вот этот проект, которому так и не суждено было выйти в свет. Этот проект называется «Париж», который отправился в долгий ящик, и вот я вернулась. Честно говоря, я даже не знала и не предполагала, что я вернусь к этому проекту. Но, видимо, так сложились звезды. Когда я начала вязать рукава к этой курточке, ее, так скажем, демонтировать, перестраивать, я поняла, что мне под эту курточку нужен какой-то красивый шарф и платье черного цвета. Черного или как-то скомбинированного с белым. И вот я вспомнила про этот проект, который называется «Париж» по идее Светланы Волкодава. Сейчас уберу курточку и расскажу подробнее об этом проекте вам. Итак, возвращение к проекту «Париж». Этот проект предполагал две вещи. Это планировался кейп и юбка. И вот перед собой, вы сейчас видите, я начинала вязать кейп. Кейп – это такая накидка, ну, так скажем, с прорезью для рук. Такой жакетик с прорезью для рук. Это мой первый жаккард. Помню, что я намучилась с этим жаккардом. Мама, не горюй. Даже покупала вот такой, я не знаю, как это, наперсток или как он называется, ну, для вязания жаккарда. Кстати, очень хорошая штука, очень хорошая вещь. Потом наступила весна, лето, и я отложила этот проект. Но отложила его по той причине, что мне не понравилось вот это сочетание пряжи. Вот этот колючий махер, ализе, значит, ниточка, ализе лана голд и янарт. Вот та пряжа, которую я вам показывала. Черного и белого цвета. И, скорее всего, мне не понравились вот эти тактильные ощущения. А для меня это очень-очень важно. И проект отправился в долгий ящик. Плюс еще прибавилась сложность вязания вот этого жаккарда, потому что я только-только начала вязать спицами, сразу перешла на араны, на жаккард. В общем, не пошла по легкому пути. В итоге проект отправился в шкаф. Ну, видимо, так должно было быть. Вчера, достав этот проект, у меня рука не поднялась вот это все распустить. И пришла очередная, ну, на мой взгляд, очень классная идея. Поэтому не спешите распускать вещи, которые вот вы что-то передумали, что-то додумываете. Можно додумать так, что произойдет вот такая небывалая трансформация. Смотрите, что я придумала. У меня вот здесь было 66 петель. Ой, 68 петель. Я их сократила до 36. Вот вы видите, провязав практически каждую, каждые две петли вместе. Вот вы видите сейчас. И вышла опять же на вот этот узор, которым я вязала рукава в курточке. И теперь это будет очень креативный шарф. С этой стороны я здесь срежу, поскольку здесь начало вязания, срежу первый ряд, открою петли и проделаю то же самое. То есть довяжу вот этим узором вторую часть, ну, так скажем, третью часть вот этого шарфика. И у меня получится вот такой шарф. Снут, да? Середина у нас вот такая красивая. Вот этим узором гусиные лапки. Или его еще называют Шанель. И низ шарфа вот просто вот этим узором. Это будет очень красиво смотреться на шее. И у меня осталась как раз вот эта пряжа. Во-первых, я одним ударом убью сразу двух зайцев. То есть у меня вот эту пряжу я всю израсходую. Вот эту Лана Голд и Ангору черного цвета. Ну, черный цвет Ангора у меня еще останутся пару моточков, но не суть. У меня будет поменьше остатков. И еще будет красивейший шарф под эту курточку. И, коль есть такой красивый шарф и курточку не оденешь под любую юбку, у меня в планах все-таки связать вот этим жаккардовым узором гусиные лапки платье, как мы с вами вязали платье мечта. Очень простое. Снизу будет идти резинка, дальше будет идти узор вот эти гусиные лапки. Возможно, резинка, возможно, изнаночной гладью я еще не решила. Но то, что я хочу такое платье под эту мою курточку и под этот шарф, это точно. И я думаю, что вот связав шарф, тут буквально у меня денечка два, наверное, на это уйдет, это, возможно, и денек, я приступлю вязать вот это платье. Но вязать уже буду не обратно поворотными рядами, а по кругу. И по кругу такой жаккардовый узор вязать будет гораздо проще. Не хочу почему-то вязать крючком. Я знаю, что у меня даже в журнале МОД есть этот узор крючком. Я знаю, девочки, многие вязали этот проект крючком. Ну, не знаю, мне почему-то больше нравится спицами. Обязательно свяжу себе такое платье без рукавов. Это, можно сказать, удлиненный жилет будет. Как же удобно и как же комфортно это носить. Я сейчас из платья Мечта, я из него не вылезаю. И вот поэтому я хочу связать такое же платье без рукавов, вот в этом стиле Шанель или гусиные лапки, под свою эту курточку. Ну, и будет еще вот этот красивый шарф. Я думаю, что понятно, вы понимаете, что здесь вот эта часть шарфа будет вот такой широкой. Будет это одеваться под центр шеи. А дальше вот вокруг шеи будут вот эти вот более узкие части шарфика. И это будет как бы наперед свисать, да, или завязываться, ну, как-то завязываться. Но я примеряла, в общем, мне очень-очень понравилась вот эта идея. И красиво смотрится под эту куртку. Ну, вот, мои хорошие, поделилась новыми своими идеями, можно сказать, новым проектом. Этот Париж у меня пролежал в шкафу около года. Но все-таки Парижу быть. Немножко в другой трансформированной форме. Ну, а сейчас пойду втачивать второй рукав в курточку. И буду готовиться уже к видеосессии, чтобы показать, как курточка смотрится на мне. Оставайтесь, будет интересно. Итак, друзья, куртка готова. Долго искала место, потому что, ну, не могли мы найти место. Очень сложно передать черный цвет. Поэтому решили прохладиться немножко на балконе. Хотя сейчас такая зима, что на балконе у нас тепло. Вот, посмотрите, как втачены рукава. Мне нравится. Все достаточно аккуратно. Угадала с длиной рукава. Очень хорошо подходит это платье, как ни странно, под эту курточку. В общем, думаю, что на днях в таком образе я пойду на работу. Потому что достаточно тепло на улице. Ну, как тепло? Ну, ноль, минус два, может быть. И куртка достаточно такая, тепленькая. Так что, моя старая куртка, которой 15 лет уже нельзя, лучше мне пригодилась. Вот в таком переделанном варианте. Я довольна. Пригодились эти застежки от Алиэкспресс. В общем, все хорошо. Так что, не выбрасывайте старые вещи. Вообще, если у вас золотые ручки, если есть фантазия, я вам всем желаю неимоверного полета фантазии. Всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.